Мамочки и жёнышки мобиков собираются такой толпишкой компактной, в присядку пока не пляшут, но слёзы усердно вытирают, и это эпидемия нытья во всех, без исключения регионах. Везде по всей стране собираются жалобные дамские стайки и молят Путина. Смысл этих ломентаций сводится к тому, ну очень смешно, что они посылали убивать и насиловать, а бедняжки, которых послали, чахнут в холодной грязи без сменных трусов и носочков, и убивать, насиловать им некомфортно. Добрый день, друзья, не добрый день вам, не други. Я в конце оставлю этот монолог Невзорова полностью для тех, у кого сил хватит, и если вы это вот тогда послушаете, вы поймёте, почему, собственно, Александр Глебович пресловутый так прикипел к сведомой пропаганде, и почему они нашли друг друга с политическими украинцами. Они повёрнуты на идеи каннибализма, латентные каннибалы. Вот эти все эти истории, как в кондитерских, львовских, киевских продаются кексы, на которые можно изображение матерей русских солдат нанести, и как бы жрать их, вот то, что в детских магазинах продаются останки, тоже как бы орков, так они нас называют. Тысячи примеров есть. Все эти консервы, компот, кровь младенца, как бы стебалово, но в основе своей оно имеет очень серьёзную патологию. Низоров очень больной человек. Меня упрекают частично, что вот сюжетом взглядовским я в своё время питерского репортера вытащил на экраны всесоюзного телевидения. Я, во-первых, считаю, что это надо было сделать тогда, потому что он гениальный репортер, и из песни слова не выкинешь. А во-вторых, тогда интернетов-то не было, но про то, что есть такой невзоров, есть такие 600 секунд, страна знала даже за пределами вещания Ленинградского областного телевидения. Поэтому ещё раз повторюсь, я не раскаиваюсь и считаю, что я правильно сделал. И Низоров тогда был, ну, чудо как, хорош. И дело делалось верное, но результаты были не те, на которые рассчитывали многие из тех, кто участвовал в той перестроечной движухе. Это уже отдельное дело, как Гайдар и Чубайсы этим воспользовались. А таланты его, репортерского, это не умаляет. То, что человек подонок, ну, я всегда повторяю тезис Марины Лискова, медиа-идеолога. Талант не облагораживается в его носителе. Человек может быть выдающимся музыкантом и мерзавцем при этом. Он может быть одарённым писателем и негодяем. Он может быть учёным и садистом, зверем и так далее и тому подобное. Единственное, что меня огорчает, я очевидным образом очень долго не замечал вот эти метаморфозы, которые происходили с Невзоровым и не отдавал себе отчёты в том, что он изначально был просто совершенно конченным подонком и подъюнктурщиком. Что, опять же, повторю, талантов его не умаляет. Да, я это не хотел, наверное, это видеть. Часто в разговорах со своими социально значенными гостями я его упоминал. А надо было послушать умных людей. Они это видели, в отличие от меня. И мне впрямую, прямо в эфире об этом говорили. Вообще, говоря, сложное отношение к тому вот, как, допустим, в Украине или на Украине. Потому что по-русски на Украине, но на наши, там, не знаю, братья, соседи, как угодно сказать, они очень болезненные. Им кажется, что в этом что-то вот уничижительное есть. Хотя, мы же говорим, на Урале, на Кубане, на Кавказе. Это норма и традиция. Как вы считаете, допустим, ради смягчения каких-то трений, может быть, стоит с инициативой какой-то выступить прямо на государственном уровне, что, ну, ладно, пусть будет в Украине, но пусть им будет комфортнее. Или надо ставить на свою... Вы понимаете, ради дружбы народов можно, конечно, и сломать русский язык. Нам не привыкать. Вот надо это или не надо делать? Нам не привыкать. Ломать. Понимаете, как говорится, это же содружество-то, это улица с двухсторонним движением. Понимаете? И ломать русский язык ради власти, которая в учебниках пишет абсолютный вздор, так сказать, о России, об отношениях, значит, украинцев и русских, придумывает какие-то черные мифы. Понимаете, ну, пусть сначала люди вернутся к реальности исторической и не ссорят народа, а потом мы подумаем. Возьмем другую историю, ближе нам с вами. Есть такой, как я считаю, просто великий репортер Александр Невзоров. Да. Человек просто вот в своей отрасли был первым. Читаю здесь совершенно недавно, он говорит, вообще не существует никакой русской литературы. Нет такого. Русская литература – это все такие потуги делать кальку с европейских стандартов. Вот что вы, как литератор, как главред литературной газеты писатель... Ну, я могу единственное сказать, что многолетнее общение с лошадьми ему не пошло на пользу. Вот единственное, что я могу сказать по этому поводу. Потому что говорить, что нет русской литературы, когда это одна из великих мировых литератур, повлиявшая вообще на весь мировой процесс, и вам любой писатель от Америки до Японии скажет, что на их домотругию повлиял Чехов, на их роман повлиял Толстой и Достоевский, на их поэзию повлияли, скажем, наши Блок, Маяковский, Цветаева. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва24. Мамочки и жёнышки мобиков собираются такой толпишкой компактной, в присядку пока не пляшут, но слёзы усердно вытирают. И это эпидемия нытья во всех, без исключения, регионах. Причём этот пикантный театр играется действительно вот так. Финских халадных скал до пламенной тавриды. Везде по всей стране собираются жалобные дамские стайки и молят Путина. Смысл этих ломентаций сводится к тому, ну, очень смешной. Они посылали убивать и насиловать, а бедняжки, которых послали, чахнут в холодной грязи без сменных трусов и носочков. И убивать, насиловать им некомфортно. Посмотрите, я вот в телеграм-канале из множества видео подобного рода выбрал и выложил на канале правда всего одно, но очень сочное. Иллюзия о народе растворяется сразу. Мамочки и жёны мобиков опять униженно ноют про мясо. Они не понимают, что для их детей и мужей никакой другой роли в этой войне нет и никогда не будет. Только мясо. Пора бы это понять и смешные причитания прекратить. Ведь что-то такое война. Войну надо кормить трупами, иначе она сдохнет от голода. А вместе с ней сдохнет Путин и его режим. А мобики – это отличный корм. Они съедобны в любом виде. Хоть в носочках, хоть без носочков, хоть в кассочках, хоть в кепочках. Война их там наворачивает тысячами и чавкает. Мамочки же, они всё причитают про условия и про подготовку. Вот ведь какие глупенькие-то. Они не хотят вникнуть в стратегию Путина и Генштаба. Они не понимают важный военно-политический, можно сказать, нюанс. А режим-то давно сообразил, что глупо тратиться на носочки мобикам. Ну, как на мясокомбинате, никто не будет терять время на завивку и копытный маникюр, назначенных на бойню овец. Сойдет и так, да? Так и мобики. Свою роль корма для войны они выполнят абсолютно в любом виде. А ничего другого родине от них и не надо. Только съедобность. Исключительно. Ведь что такое жизнь мобика? Каждая жизнь – это песчинка в песочных часах, отмеряющих время Путина. Он жадно вглядывается в стекляшки часов и подсыпает сверху еще и еще песочка, чтобы быть вечным. Настолько, насколько позволит мобилизационный ресурс. Ну, все правильно. Чтобы убить тысячу человек, требуется примерно сутки. Ну, много патронов, много снарядов. Ленинградскую программу вечерних новостей «600 секунд» нередко обвиняют то в непомерной жесткости, то в этакой гусарской беспечности. Ее ведущий, Александр Невзоров, настаивает жанр передачи «Правда». Саша, у вас репутация милицейского журналиста. Вы состоите на службе, получаете... Я не состою на службе в милиции, ни в милиции, ни в Комитете Государственной Безопасности, ни в каком-нибудь другом подразделении правоохранительных органов. Я просто беру в себе те сюжеты, которые мне нужны. А кожаные клубчики есть? Да. Я удивлюсь, почему на вас и нет? Это идеальная одежда для репортера. Это вообще традиционная репортерская одежда. Мне приходится быть на пожарах, в подвалах, в исполковках, где можно замораться. Конечно, если есть убийство, если есть происшествие, мы же никаким не берем просто, не знаю, вылобленного, найденного. Нас это не интересует. Когда труп подтянет за собой цепочку расходства, когда это преступление, причем преступление, характеризующая степень разложения нашего замечательного общества, тогда да. Потому что преступность, это же тоже не само по себе. Это тоже проявление тех замечательных процессов, которые символизируют уже полный распад всего, что происходит. Но я не ищу трупы. Если у нас возникает спор, труп, убийство, криминальный сюжет или что-нибудь еще, какая-нибудь сильная, бытовая, социальная, конечно, я это на сильную бытовую социальность. Программа «600 секунд» когда-нибудь помогла, орган внутренне делать каким-нибудь другим органам в раскрытии, как вам конкретно. Постоянно помогает. А наверху вами довольны? Вы знаете, меня больше беспокоит довольный ли я. А вот так вот вы можете стоять. Понятно. То есть вы очень хорошо вооружены? Я не знаю, как вы. У вас есть таблина? Нет. Вы не боитесь? Как сказать, меня поздно бояться. Я столько натворил. А взяток не давали? Последнее время, к сожалению, даже предлагать перестали. Это был какой-то кошмар. Раньше хоть нас развлекали постоянно. Александр Игоревич сидит и просто как, знаешь, это самый главный финансист банка. Слушай, пять тысяч, две тысячи, кооператив такой-то, инструктор такого-то райкома, полторы тысячи. Ну, даже райкома не было, за что. А что кто был? А сейчас перестали предлагать. Самая крупная взятка была предложена в 30 тысяч, но мы, к сожалению, не взяли. Кто предлагал, когда? А, кооперативчик один. Причем за какой-то невинный сюжет, который, с его точки зрения, просто унижал их достоинства и так немножко принижал их престиж. А, за то, чтобы сюжет не пошел? Чтобы не пошел. И самая мелкая взятка была предложена непосредственно мне, размером в один рубль. Предлагал ее бомж за то, чтобы я его не снимал, поскольку он в этот день, по его словам, очень плохо выглядит. Можно мне дверечку там приоткрыть? Мне интересуют некоторые подробности войны, которая разыгралась между вьетнамскими торговками и цыганками. За право торговать переходит. Что сделаем? Сразу набили. А вот у меня есть данные, что они победили, а они вас лопят. Правда это, или нет? Мы им поднимуты наблюдаем. А вы им нагреться. Они не хотят, чтобы их видели на экране. Вот ты же рассказывал историю с тем же бомжем. Как вот в плане ты видишь каких-то угрызнений совести, что ты нарушаешь какую-то свободу? Я никакой свободы не нарушаю, он вправе отвернуться всегда, вправе закрыть лицо руками. И я никогда этих рук не оторву. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...